Приближается 145-я гращина цельного ранения Феликса Дзержинского, известного в России не только. Я знаю, что о нем издано много книг, в богофильмах. Ну и не говоря уже, сколько памятник поставил. Жалко, что в России пока нет, надеюсь, будет. У меня известный поляк, родился в Ашмелском везде, в Иричине. А сегодня я хотела рассказать, что мне родился со стороны польской. Я много лет работала в редакции польской Феликсе. Я сейчас пишу дальше, некоторые книги из Драла Раста и другие, и все остальные. И думаю, что получится у меня тоже книга. Тоже, не знаю, выпала формата, еще посмотрю. Может, что-то еще допишу, пока у меня есть материал. Я вышла на него, ну, как вышла из него, казалось, конечно, но мне заинтересовала она вещь в таком странном контексте. Саванглова о остром тралайке, проживавшем в распыльные годы на эмиграции. И Юзефе Мацкевич, он был явный антисоветчик. Дом с улыбкой там в одной книге вспомнил, что у него очень страдая серия. С одной стороны, родственники высоко поставлены в докладном плане, в католическом Матуревич Маккулайтис. Здесь у нас такой плода своевдомный. А с другой стороны, Фридор Завержинский. Родственник, правда, никто не видит, но там новый был, через венчания всякие в семье. Он об этом написал с улыбкой. Писал, будучи в Лондоне, а его польская семья, которая жила в Варшаве, была удивлена. Она думала, что может он шутит, что это невозможно. А это было. А потом он еще мне приснился. У меня есть свои весны, если сколько ни странно. Очень странно. 20 июня 2006 года. И тогда я уже поглубже стала меня интересоваться. И тоже в таком, может, кому-то покажут в странном контексте. Я уверена, что русский читатель не знаю, что Дикошненский. Да у Ярым Католик. Ярым ведущий. У него мать такая мать. Она, кстати, благородная, разозрительная снисия и памятник. Больший скромный памятник. Очень такой. В своей скромности достоин. С надписью. Самый лучший мать. Все. Лепший мать. Без никаких хороших. Ну и сам Дикошненский был очень скромный. Кстати, он отцел быть к хендом. Но кто-то испугался его фанатизм. И сказал, лучше не надо. А потом, будучи еще гимназистом, улюбился в одну девушку. И они, человек с Ксенза, общались. Там же гимназии были разделены. Там даже с гимназистом, мужским. Как бы все он сходил там на исполок или что. Так они Ксензу ссылывали письма. Люд был у него в ботинке. Он приходил домой, снимал. Там калоши даже. Даже не знал, что был посредником. Кстати, он еще был, не знаю, что сказать, ассистентом Ксенза. Примеси. Вильнюсской известной Острыбране. Я потом вам еще переведу один, второй кусочек. Есть его письма сестре. Когда он был осужден. Первый раз, когда он в Ковне свидетелк. Когда он уже был в глубоком России. Откуда, как вам известно, сбежал. Раз, второй. И эти письма, они потрясающие. И он долго писал такие письма. И потом, даже в позднем, уже в 19-м году еще, мне помню, в 19-м году, в которых он писал. И не изменился. Он считал, что он много ли не достиг. Шерф такой ячейки. Кстати, не он ее создал. Это именно создал. Или не увидел в нем вот такой честный человек. Он будет лучше всех вести. Он все сделает. И не ошибся. Он просто потряс его франатизм. С одной стороны, это такая вера. А, он еще Тютчево перевел статью. Это стихотворение на польский. Польский. Под заголовком Бог. Сам немножко писал поэзи. Вот так скромно. И этот франатизм у него такой странный, что он даже своим близким родственником, родной тетке, которая вышла замуж за такого Пиллер фон Пильхал. Это барон. У него здесь имение было. По-моему, в Сан-Блицкоме. Как вы видите, сегодня оно выглядит так умоленько. По сравнению с тем, сколько там настроили всякие здания. Это у Хозеньки, который именем имена Феликса Дзержинска. Считался очень лучшим колхозом. Как-то колхоз меня нервил. Он тогда, когда приезжал, не заходил. Я думаю, это имение в этом было. Потому что не хотел мрачить свою душу буржуями. И ночевал где-то там на сядье среди этих колхозников. Говорил им, вот скоро, скоро будет. Мы сделаем канону и вы получите землю. Они говорят, откуда кто? А у моей тетки землю. Я разговаривала с самоучительницей. Она уже на пенсии для техниц кумин. Ее отец был почтальоном. Он ей много рассказывал. Он часто выручал его. Он ездил мотоциклом. И когда-то там шел со своей сумкой большой с мешком с этими письмами. Он останавливался. Говорил, да, я тебе... Я-то развожу быстро. Всем, что ты будешь ходить. Друг сбивать стали. Стоит приходил домой и думал, мне дали. А если я отдал? Очень честно. Он за ним ходил, проверял. Отдал дружинское эти письма, или не отдал? Или еще такие рассказы были. Собирал... Ну, там бегали дети. Баба там почти никто не имел. Мотоцикл. А он имел такой... в черной куртке ездил, в шапке. С козырком. И когда дети собирали смотреть, там дебри на его... Они знали, что он остановится. Он останавливал. С водогелозный выходил с этого рода сикла, сходил и разбрасывал деньги. И когда эти дети собирали там, он смотрел, кто сильнее, там добрал много. А кто там слабее, уже в обиде осталось, и что он тогда снимал шапку. И говорю, соберите все деньги и сложите мне сейчас в шапку. Парни его боялись где-то, очень уважали, сложили всех. И тогда он стал разделять. Вот это... Кто почти ничего не добрал, почти все одно. И старых приучали. Так нельзя. Слабых нельзя обижать. Слабых. Ну, он всегда потом уже я еще не разговаривала, такая интересная книга, правда, как раз мне апостол. Очень резко. Вот там я нашла на второе письмо, нигде до сих пор не было так упаковано. Ну, фанатическая вера, но как красиво написано, какое воображение, как красиво видела этого места, осчитывала себя, что он идет так, как и Христос. Должна быть революция. У богатых все отняли, бедным отдать. Сегодня уже ожидается новый экономизм. Думать такой, как и Дзержинский, очень не пригодился в этой сфере. Ну, и я по мужеству вести такой душу язык написала. Очень много собирала, очень много людей спрашивала, кто еще что-то был с ним. Видишься, почти после него ничего, хотя там есть они в доме, там раньше был в советской реме. Доклады, что-то вроде такое, на Заречье. А так, осталось только двор, бывший двор, Болянская линия, и у бабушки, это под Лиднисом, не дырекомиша голый, называется это местность Йоды. И вот там стоит дом, я уже знала, я там даю, что такое, я говорю, будет он еще и не будет, приоритись. И когда строили этот дом, его бабушка, у нас Янушевская, там на фундаменте был такой камень, это я знала с описи, что этот дом построен в 1749 году. Я приезжаю, выходит женщина, говорит, а, это и приоритет, это и приватизованный дом, почему вы, смотрите, кто-то, я смотрю, я протерываю, я сделала, кто вы такие. Я ищу дом, вот этот камень тут должен быть, ищу, в 1749 году. А так вот, не видно, что-то вы знаете. Ну и потом, и так, дружились с ней. Я еще, благодаря, приехала, рассказывала, она говорит, еще сегодня приезжают, и вот там, дальние родственники с кольжами, говорит, только просят, вы никому не говорите. Новые времена, уже сейчас для них опасные. Я там тоже немножко рассказала, но это дом есть, это давное имение, это его бабушки. Он там приезжал к ним иногда, когда ребенком было вообще часто, потом его реже, но приезжал. А он мне два раза приснился в день своей смерти, 20 июля 2006 года. А потом еще второй раз, именно там, на дороге, где он ехал, на большой такой белый лимузин, как у нас свадебные, сейчас длинные такие ездят. Где-то я выходила оттуда, где-то рискала, чем доехать, если на дороге женский едет. На большой машине, выходит и приглашает меня туда. Я так думала, думая, не то, что-то узнает. Такой сон, чувствую, что это сон, когда есть, а то свет может появиться, но лучше не надо. Я говорю, ладно, ладно, я подожду. И так было. Первый раз он мне приснился в воде лимузин, в таких подвалах, где-то, там у нас есть кафе, такой локис, медведь, ресторан вообще. И он мне в таких подвалах плеснился, идет через три арки. И я его там спросила, а я уже писала. Я говорю, да считай, кусочки всякие, что я там, статейки выпечатала. Вот, что-то там Бог, ну так что сказал. Я так на расстоянии с ним разговаривала, потому что мне пришло в голову. Мне это скажите, пожалуйста, а вы своей смерти вырумили? Или вас все-таки отравили? И он тогда сказал, а это разговор на потом. Сейчас ничего не скажу. Все. А тут мне некоторые уже остались. Говорит, и может это, у нас есть такой сценарист. Он говорит, это очень серьезно, может, медсу за него закажи? Он же такой католик, может, он этого хочет? я такая полотеистка, 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 веру в большую, абсолютную, чтобы Богом что-то. Ну, попробуй, заказал. Как-то было, я уже не хочу рассказывать, было и смешно, и весело. у меня есть эти собранные материалы с ним. Собраны еще, кстати, его, русский назаральт, это был сын, его тетки. Он племянник, мой день. Известный тоже, светская ремня. Он потом был, шатан, когда был в Минске, потом Питер Василь, уже не помню. Это был Роман Пидор. У нас его, еще там лица была, мы уже в Вильнюсе, потом, в другие годы было. Сейчас я же немножко осталась, вид такой, на львовской улице. Роман Пидор. Мать очень пережила, что его так увозил, не знаю, как в русский сказать, соблазнен. Зядя, родной дядя, как в русский язык. Он был юресный, попала его правила. Он, кстати, поймал Саня Федора. И там еще много узнала, как он работал в этом, в своей конторе, так скажем. Ну, очень он, в русском доверял, там, ватушилины, в турецкие люди. Один, второй раз, кидал Федор Гуровский, приездивший в Париж, на разговоры с этим Савинковым, делая вид, что у них агент. Все, он прекрасно все держал, у него прекрасная интуиция была, такая разведческая. И он знает, что нажать где? от Федора был, сшили красивый, модный костюм в те времена, маленький, дайдам на руках. И он представлял третью Россию, что эти, эти, эсеровцы еще крупные конземерия, и Савинкова это верил. А потом уже его поймал на границе с Роман Кильдера. В конечном итоге за этот Савином и Борстовом в 37-м году тогда они все были вроде Борстовья. Борстовый воюц из Советско-17-го года участвовало много коллег, ученик. И один из них в Борстовом в Борстовом в Борстовом в Борстовом в Савином тоже. Это он взял по чьей-болмой руками веселый в телеграф пришел. Вот. А помощником его был Шуманевский, потом еще один. Кстати, когда уже только он умер, не верусь спустя, Борстовского помощника сегетаря в Савином тоже Росстане. Уже когда еще жил, Вене уже было очень плохое состояние, когда Сталина уже как чисто не считался, а Дежискин еще как-то долго было. Но потом тоже понял, что с ним не ничего. И стал очень дружить с Сталином, такой каркасский фронт. Сталин, как ни странно, очень хотел дать большую свободу грузинам. С Сталином они ругались по поводу грузинов. Сталин нет, сам их нет, а Ленин – да. И потом уже перед смертью, там есть такой завещаник, кто может быть после него, он там почти четверо пересчитывал и писал «Сталин мог бы быть, но это страшный голубьян, это страшный человек, но он ведет меня не так». И Дружицкий понял, что… А уже тогда этот делал «Чика» своё Дружицкий, а Сталин создал свою «Чика». Конечно, Дружицкий пока не знал. И сегодня он за все деньги не мог. Ему, конечно, все эти, как они называли, народцы, которые вредные люди. Сталин был очень привязан, он очень рассчитывал на Дружицкого. Но Дружицкий сам писал, что никогда не почувствовал никаким вождём. Он мог очень быть хорошими студентами. Это его задание, это его работа. Вождём вот это, ну, не хочется. Он сказал, что он не предположен. Поэтому заставались, ставили от поляка, и всё было ясно. Но потом и все расследовали в 17-м году. Ну и так… Ну, если бы они тоже этим… Ну, коротко… Хочу сказать, что у меня в «Антиржинском» очень много было на церкви под «Красный помещик». Его так называли, кстати, там, в Эльхницкуме. И отсюда взяла «Красный помещик». Он, конечно, привлёк Ивань в наши времена, уже такие антикоммунистические. Вдруг писали «Антиржинск» в «Кольском журнале». Он же главный редактор очень так смотрел на это. Он был партийный, а я нет. Я говорю, я была без партийных. Всё, могу. А вы бывшие «Коммунисты», вам сейчас, может, и немножко не очень. А мне что? Ну, это, конечно, я его решеннировала. Он мог не пустить этих циклов. Но он пустил всё-таки. Ну, они просто интересные, хочу рассказать. Писатель – фанатик. Его фанатизм, он поражающий. Поэтому он всё мог перетерпеть. И ссылки всякие. Его бы там пытали неизвестно что. Но фанатик всё выдержал. Всё. Какой-то научный человек, он тоже, наука, он тоже выдержал. И есть, и спать, не бить. Зимнадёт там новую букашку какую-то. Я бы… Ну, с этого у меня, я думаю, получится неплохая книжка. Из этих всех фактов. Особенно из его песен «Сестре», русские читатели, я не знаю. Они просто потрясающие. Я при случае ещё, если может, повторю. Я несколько там фрагментов, по-божески, что мне писал, перевожу. Она жила долго, эта сестра Ильдона. Она потом хуже жила. Она каждый год за него носом заказывала. Она его единственная сессия не понимала. Вот сейчас передо мной лежит альбом. Это альбом состоит из репродукций и интересных живописей. В Корше издан. Когда-то, когда я работала в Корской редакции советского времена, он был подарен для нашей редакции. «Посмучьих шестидесятилетия комсомола». Вот. У нас там много было советской литературы тогда в эти времена. Но это я взяла. Это я оставила. И кто не хотел уже брать, но я взяла. Кого, если не хотели, без партизы. Спасибо за загрузку. У меня очень понравилось. Тут репродукции очень интересные. Очень много. Я хочу еще так с улыбкой одну вещь вам рассказать. Интересно тоже. В Варшаве, когда стоял его панельник. Сейчас там, кстати, Словацкий стоит. Очень неудачный панельник. Ничего против Словацкого, но панельник неудачный. Панельник рассказывает, что он очень красивый. И когда его снимали, там динамит подкладывали, взрывали. Остался постумент. И кто-то нам написал. И больше не возвращайся. А с другой стороны кто-то написал. Скоро ледусь. Вернусь еще к этим циклам. Еще что-нибудь добавлю. Есть еще что есть. Можно что-нибудь. Я собираюсь создать книгу про Дзержинского. Конечно, по Порскому буду создавать. Перевод на русский. Если какую-то издачу вас интересует вас сильно, Пошел ко мне. Можете обращаться. Если у меня есть мой аккординат на сегодняшний день. Как мне это будет интересно. Ну, дополнительно могу еще потом рассказать. Уже когда издал. На окончании хочу передать вам большой привет. Связывайтесь со мной любым путем. В контексте Дзержинского, пожалуйста. Степан приветом. Альвида Анатонина Бэйо из Вильнюса.